Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 23 июня. Вот в конце июня, начале июля, у нас самые красивые томаты. Ну, по крайней мере, если погода более-менее была хорошая, то в это время у них такая красивая зеленая листва. Я вот прошла по рядам, не тронутая еще вообще ничем, ни болезнями, ни насекомыми. Ну, расслабляться рано, и как раз в это время, конец июня, начало июля, обычно все начинают профилактические обработки своих посадок. И от насекомых, и от болезней. И когда я вчера ходила утром, делала видеообзор, я сказала, что вот в такой период, как у нас сейчас, у нас очень холодные ночи. Утром выйдешь, прям роса на листьях, холодные ночи, 7-8 градусов. И вот эта вот сырость, что было много дождей, короче, вот эта сырота, вот этот холод, вот эти росы, все это может спровоцировать, ну, в два счета может спровоцировать заболевание томатов. И несмотря на то, что сейчас они пышут здоровьем, я вот прям смотрю и не нарадуюсь. То есть, хоть низкорослые, хоть высокорослые, все выглядят прекрасно, но болезнь может подкрасться совсем незаметно. Придешь в один из прекрасных дней, завтра или послезавтра посмотришь, а на нижних листьях такой пушок, как плесень, все, как я говорю, здравствуй, фитофторы. Поэтому сегодня утром, я встала с утра пораньше, прямо в 6 утра, и сделала обработку томатов от фитофторы. Конечно, обработку профилактическую, потому что у меня, ну, нет, конечно, даже еще никакого намека на заболевание. Если посмотреть вот так вот все томаты, прям сверху донизу, ну, все листья идеальные, все листья идеальные, нет еще ни покусов от насекомых, нет каких-то вот этих пятен от заболеваний. Ну, нужно профилактику, если вот так вот есть все предпосылки к началу гремных заболеваний, профилактику нужно делать заранее. Я сейчас возьму вот этот пустой тюбик от препарата, покажу, какую я делала, каким средством, почему я выбрала именно его, и кому нельзя делать такую обработку, и на каких томатах мне тоже нельзя было делать эту обработку, потому что это средство магазинное, оно длительного действия, и те томаты, если у кого-то есть томаты уже приближающиеся к фазе зрелости, обрабатывать их нельзя, там срок ожидания большой, 3 недели. Обрабатывала вот этим вот своим опрыскивателем, так как я обрабатывала очень рано, в 6 утра, и показывать длительное видео, снимать утром, мне было некогда, мне нужно было скорее, скорее, скорее. Я вам просто покажу сейчас, как я опрыскиваю, потому что я одна, у меня Кати сейчас нет, у нас из-за карантина садик не работает, она сидит с ребенком, и вот мне пришлось приспосабливаться как-то одной обрабатывать, но я придумала очень хорошо, я вот за эту ручку тащила и опрыскивала. Вот посмотрите, как я опрыскивала, сейчас покажу средство. Я приспособилась, очень удобно, и одна могу опрыскивать, я несу вот этот чемодан, опрыскиватель, в одной руке, короче, опрыскиватель, в другой вот это вот, ну, антенна брызгающая. Все, я прячусь по рядам, я вот так отступаю, 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 и вот сплошной, вот так, сверху донизу все обрабатываю. Этот ряд прошла, пошла в другой, и вот все, назад, 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 чтобы уже потом эти листики не трогать. Но мне сейчас, конечно, неудобно, потому что в руке камеры вообще стараюсь очень-очень-очень мелким вот таким прям пылью, видите, пыль-пыль-пыль, чтобы было равномерненько. Так, сегодня я делала обработку вот этим препаратом консента. Я его ни разу не использовала, покупала заранее, в позапрошлом году, на прошлый год, но в прошлом году я его не использовала, вот таких вот предпосылок для заболевания фитофторы не было. А в этом году, видите, у нас сырости, холодные ночи, и роса, и я решила его испробовать. И еще решила испробовать потому, что у него уже вышел срок хранения, и хранить его дальше было вообще бесполезно. Где-то здесь... Ну, короче, он уже год как просроченный, но по аналогии с превикуром, я знаю, что превикур, вот когда просрочен на целый год, он работает точно так же, то есть у него еще есть запас действия на год или на два после просрочки. Почему выбрала именно этот препарат? Ну, во-первых, много хорошего о нем читала. И фирма Байер, вот эта же германская, та же, что и превикур. Так как я уже испробовала превикур на своем опыте и поняла, что это самый качественный препарат, который у меня вообще встречался, я думаю, что консента тоже будет... Ну, хорошее действие у него. Он так же фунгицид, так же от заболеваний, только превикур у нас, мы его во время посева, я его использую, вот когда семена сею, проливаю грунт, и благодаря вот этому использованию превикура у меня никогда нет ни черной ножки, ни вообще грибковых заболеваний на рассаде. А это вот нужно обрабатывать, опрыскивать именно уже вот такие, в открытом грунте. Он предназначен для открытого грунта, для картофеля, для томатов и для огурцов. Тут вот есть табличка. Готовила по инструкции вот эту вот упаковочку, 20 мл, на 5-литровую баклажку. Он так же, как превикур, вот в такой штучке в этой... Ой, подождите, упала. Вот про томаты здесь написано. Первое, профилактическое, вот так как у меня, когда еще нет никаких признаков болезней, а следующее с интервалом через 10 дней, но я, возможно, следующее уже и не буду делать. Если погода изменится, будет сухая такая погода, без мокроты, без росы, без ночных пониженных температур. Я хочу именно сейчас, вот в этот период поддержать растения, чтобы вот в эту сырость, в эту холодину не началось, что-нибудь не завелось. Но тут так же и для огурцов он идет, и для всего. Какие томаты нельзя опрыскивать этим препаратом? Но я уже заикнулась о том, что взрослые томаты нельзя опрыскивать, потому что здесь период ожидания, написано 21 день, то есть 3 недели. Но глядя вот на мои, на вот эти молодые томаты, ясно, что через 3 недели никаких спелых плодов здесь не будет. Через 3 недели можно будет уже кушать, но я думаю, тут и через 3 недели не будет, им, наверное, нужен месяц. Но те томаты, которые уже у нас готовы к употреблению, я обрабатывать не стала. Какие это томаты? Конечно, это скороспелки, которые уже или бурые, или совсем уже спелые. Их таким препаратом обрабатывать ни в коем случае нельзя. Конечно, таким препаратом нельзя обрабатывать томаты, которые вот уже бурые, или хотя бы уже сформировались и налились, хоть еще и не поспели. Ясно, что 3 недели ожидания никак у нас не получится. Поэтому не обрабатывается ни одна из теплиц у меня, не обрабатываются на улице скороспелочки. И не обрабатывала уличные томаты, которые уже начали буреть. Вот эти я тоже не трогала, потому что мы их скоро будем кушать. Вот, сегодня томаты, которым еще очень далеко до плодоношения. Я обработала вот этим препаратом Консента. Я записала у себя в тетради, когда я делала обработку. И раньше, чем через месяц, с этих томатов урожай, конечно, снимать нельзя. Но здесь раньше месяца и не будет, я уже говорила, потому что сейчас еще только конец июня. Именно в начале сезона мы можем позволить себе делать профилактические обработки вот такими препаратами. Потому что уже через две недели, через месяц, вот это мое томатное поле обрабатывать им нельзя будет. Тут уже будут кое-где бурые плоды, кое-где, может быть, уже будут висеть спелые плоды. И в конце сезона там уже будем как-нибудь биться какими-нибудь народными средствами от профилактика фитофторы. Сывороткой там, растворами с молоком, чтобы пленочкой покрывалась. Но сейчас, пока есть возможность, я решила один раз обработать все-таки вот таким сильнодействующим магазинным препаратом. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова